То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразное. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить. Мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. Даю установку. Ровно 800 лет назад, 6 января 1217 года, орден меченосцев совершил рейд в новгородскую землю. Было у них такое развлечение, что-то наподобие современного тимбилдинга. Собирались, предпочитали никого просто так не резать, завоевывали силой убеждения и божьим словом. На завоеванных землях возводили замки. О том, что приключилось на новгородской земле, в летописях немного. Что творили немецкие рыцари во главе со своим магистром Фольквеном фон Наумборгом с января по март категорически неизвестно. Зато вот 1 марта после трехдневной осады орден сдал замок Оттепя, Медвежья голова, псковскому князю Владимиру, сыну Мстислава Ростиславовича Храброго. Вот такая вот история, полная драматизма. Вы спросите, к чему я все это рассказал? Да по большому счету ни к чему. А кинообразца 2017-го говорить было бы негуманно. А так, просто любопытный факт. Опять же, из новогодних праздников пора возвращаться. Мне показалось, что упоминание Фольквена фон Наумборга вас как-то сможет анизировать. С Новым годом! Скоро на работу! Возвращайтесь в ужасы нашего городка. Я расскажу тебе секрет новогоднего праздника. Когда люди поздравляют друг друга и желают счастья, они изучают волшебные нити, из которых соткано небо. Вот зачем семеро бессмертных братьев придумали Новый год? Как вы меня нашли? Я только на письме. Карачун режет небо? А ты где это видела? Помню, где я. Просто фантазирую. Мой брат Карачун похитил ледяной ларец. Если он откроет его, случится то, что ты нарисовала. Как это возможно? Когда он соберет все ключи, он сможет разрезать небо. Этот мир не стоит того, чтобы его спасать. Я Дед Мороз. И если ты слышишь эти слова, значит ты нужен мне. Дед Мороз. Битва магов. Вы, наверное, из магистров черной и белой магии. Скорее белой. Там, где вы всей этой хиромантией учились, я там преподавала. Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты говоришь и делаешь не то, что от тебя ждут, а то, что тебе хочется делать и говорить. И то, что тебе нравится. Мне один продюсер, узнав о том, какой гость у меня придет сегодня, сказал, ты спроси его, пожалуйста, он дурак или он тщеславием занимается? Насчет тщеславия мы, конечно, спросим, но я точно знаю, что он не дурак, он режиссер. У меня в гостях Арсений Гончуков. Привет, Саня. Привет. Как насчет тщеславия-то? Ну, тщеславие всегда есть, но как без тщеславия? Главное, чтобы это не переходило в болезненные формы. Но тщеславие у творческого человека, там, кто пишет, снимает или продюсирует какие-то вещи, пишет картины, скульптуры, оно необходимо, оно обязательно, потому что тщеславие, ну, здоровое, нормальное, которое нужно держать в узде, оно зиждется на каких-то очень простых базовых человеческих потребностях творчества, признания, внимания людей. Но в итоге все мы хотим славы, все мы хотим лайков, да, но в итоге все решают люди, нравится им или нет. Я не сторонник того, что слава любой ценой, мы же делаем все-таки кино и стараемся делать качественно, делать интересно, делать хорошо. Ну, и почему мы должны стесняться того, что мы нравимся людям и то, что я конкретно делаю, если говорить лично про меня. Если, вы знаете, если я вдруг начну делать то, что, ну, вообще никому не нужно, да, что будет там ноль, да, просмотров, то, наверное, я пойду, ну, работать в колхоз. Почему? Ну, люблю я. Я начинал работать в колхозе. Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом, и это очень важно. И мне кажется, что если у тебя не получается заниматься своим делом, ищи свое дело. Я убежден, что я на своем месте. Да, естественно, я тщеславный человек. К слову от тщеславия, я тоже парень, не лишенный этого порока, поэтому я совершенно нахально скажу, что мы практически стояли у истоков твоего проекта, потому что за месяц до того, как все это дело запустилось, ты уже приходил и с замиранием сердца рассказывал о том, что совсем скоро, ребята, вы увидите в интернете нечто, чего ничего не было, никогда не было в России, вообще как бы в мире таких аналогов, по большому счету, тоже немного. Сегодня, спустя год, с копейками, мы понимаем, что то, что вы делали, оно свершилось. Десять серий уже, я понимаю. Да. Десять серий уже, я понимаю. Привет. Ты что здесь делаешь? Заблудилась? Привет. Я жду у кого-то. Может быть, тебя. Скажи, пожалуйста, смотрят? Ну, смотрят. У нас больше миллиона просмотров на канале, скоро будет полтора миллиона, там, я думаю, десять тысяч подписок только на канал будет. И смотрят, конечно, по-разному, аудитория очень разная, и понятно, что не весь этот миллион наши зрители. Как бы подводя итоги года, наверное, это будет долго все, но если очень коротко, у нас снялось порядка семидесяти артистов, из которых, наверное, треть – это люди постоянно снимающиеся, и там есть звезды и медийный лид. Сразу понимаем, что из этих семидесяти артистов никто денег не получает. Никто, да. Семьдесят, вы представляете? То есть, вот сколько в полнометражном фильме средним актеров? Да, по хронометражу десять серий по десять минут – это полный метр. Полный метр, да. Как бы из минусов в том, что я не ожидал, что будет так тяжело, да, потому что каждая серия снимается как отдельный фильм, потому что под каждую серию идет кастинг. Я скажу, что мы много чего слышали в свой адрес за этот год от разных и продюсеров, и кого угодно, и до сих пор никто не отважился на подобный формат, и многие смотрят с завистью, но лично мне очень нравится, значит, когда зрители, некоторые зрители, они, это какая-то такая маниакальная привязанность. Я жду новую серию, где новая серия, там, значит, не могу считать, кто-то считает дни, реально, кто-то часы считает до новой серии, кто-то там пишет из Хабаровска, у кого-то прямо ломка наступает, я все пересмотрела, когда будет новое. То есть, какая-то девочка там пишет, что, ну, просто я вас выучил наизусть, я готова на все, можно я буду помогать, я приеду из другого города. На самом деле ведь наш сериал, это такой нишевый продукт, да, это трейлер, это такой жестокий, жесткий контент, это хоррор, вот. И мы изначально вообще опираемся на некую свою аудиторию, то есть, мы не для всех, это кино, не для широких масс, понятно. А для кого? Ну, нет, в данном случае все очень просто, это люди, которые любят фильм ужасов, грубо говоря, да, люди, которые любят этот жанр. Ну, вот, собственно, мы подошли к тому, ради чего мы сегодня собрались. До недавнего времени режиссер Арсений Гончакова занимался абсолютно четкой, ясной социальной проблематикой в кино. Я ничего не путаю. Ну, можно сказать и так, да. У тебя были такие социалки мощные, злободневные, жесткие. Не кажется ли тебе, режиссер, что сейчас ты начал заниматься откровенной попсой? Интересный поворот разговора. Я, вот, понимаете, как бы задача классифицировать процессы, да, называть их, номинировать какие-то, это задача критиков, журналистов. Я, когда учился на филфаке, я понимал, что это задача литературоведов, да, то есть, литературоведение, это наука, там много было споров, наука это или нет. Но литературоведы это люди, которые берут некий живой, широкий, разнообразный, многообразный, сумасшедший литературный процесс, в котором есть все там от Пушкина до Бабарыкина, от Прилепина до, не знаю, Саши Черного. И, как и историки, и по науке расставляют все по полкам. Кинопроцесс то же самое. Конкретный человек я, то же самое. И видит Бог, я не задумываюсь о том, что я делаю. Ну, вот смотри, у тебя была социальная драма. Чувствуешь, что я делаю. Четкая, четко выстрелная социальная драма, которая заставляла все равно сопереживать по факту просмотра, да, а сейчас намотанные кишки, там, не знаю, пулевые посадки, да, какие-то срамные женщины. Я убежден, что... Это то, что у нас people хавает, как говорят наши любимые продюсеры. Вот пусть, да. Пусть хавает. Что? Накормители людей кровью и мясом. Зачем? Нет, на самом деле, на самом деле, смотрите, социальное кино – это не то, что я хочу снимать. Потому что, мне кажется, кино – это искусство, это развлечение, это искусство развлечения, и кино, в первую очередь, должно быть настоящим, содержательным, умным, талантливо сделанным с изобразительной точки зрения и так далее и тому подобное. К какому виду жанру отнести – это неважно, но социальное кино, мне кажется, туповато. Ну, то есть, это кино, которое обслуживает некую одну тематическую задачу, да, политическое кино, социальное – это, как бы, с одной стороны, поджанр, а с другой стороны, мне вот, ну, мне неинтересно снимать только социальное кино. Куча там документалистов, которые вечно снимают какие-то документалки про бомжей, там. То есть, это означает ли то, что ты еще вернешься к этой теме? Ну, мне кажется, я не уходил из нее. Смотрите, у меня вот конечная остановка – самый первый короткоментражный фильм «15-минутный», да, который там сотню тысяч просмотров набрал за первые полгода и там получил семь премий. Абсолютно социальная драма. Фильм «1210», ну, можно сказать, в чистом виде социальная драма, да, мой первый фильм. Но ведь и дальше все фильмы имеют некий социальный подтекст. Например, в сериале «Район тьмы» серия «Месть». Абсолютно социальный подтекст «Мент с пистолетом», что может быть прекрасно. Ну, у тебя «Змеи» абсолютнейший социальный подтекст. Третье, вот, я как раз к этому подбираюсь. «Змеи» тоже некая социальная подоплека. Серия «Сталин», которая называется наша любимая серия, она соттана. Ну, это глум какой-то, чистой воды. Ну, кому как показалось. Мне, например, по поводу этой серии прилетает совершенно разный отзыв. То есть, кто-то говорит, это худшая серия вообще из всего, что я видел. Кто-то говорит, это лучшая серия и сериал. Она самая глубокая, она самая неоднозначная. Там столько социальных кодов и посылов, что люди там смотрят это как какое-то откровение. Отчетливо. Фамилия, имя, должность. Петр Владимирович Игнат. Ноль год России, Лисю. Пожалуйста, не убивайте. Ну? Ты не мэр. Знаешь кто? Ты гнил. Ты сволочь. Ты блевочина. Ты предатель Родины. Вот кто ты. Понял? Я никогда не хотел делать какое-то социальное кино на сложных щах, сидеть там, значит, в каком-то своем личном эхе Москвы и парить, значит, какие-то установки. Нет. Но мне кажется, социальная тематика – это нечто современное, важное сейчас, важное и нужное для понимания нашим современникам. А у нас установка по интернет-сериалу «Район тьмы» именно такая, чтобы быть современными, сегодняшними, чтобы не тянуться за вечностью, чтобы не тянуться за попсой, а быть сегодня, здесь и сейчас с вами. Я делаю этот сериал для вас, для вас, для вас, для своих, не знаю, друзей, поклонников, людей, которых я не знаю, для тех, кто живет сегодня. И в этом смысле социальная подоплека у нас никуда не уйдет и так или иначе будет проявляться. Но я хочу пробовать и другое. Я не зацикливаюсь на этом. Поэтому там есть серия «сука», в хорошем смысле этого слова, которая тяготеет больше к некоему чистому жанру. Есть серия «нулевой», в котором, да, много пальбы, крови и так далее, но и в ней, я думаю, есть некий социальный потерь. Но это философия вообще. Да, это уже философия. Это, чтобы было понятно, я сейчас тебя покритиковал, да? А теперь мы просто поговорим. Да, хорошо. Бывает кино социальное, разножанровое, кое угодно, да? Мне-то кажется, что кино должно быть либо хорошее, либо никакое. У тебя хорошее кино. Спасибо. Тебе спасибо. Работа над сценариями – наша любимая тема, к которой все ко мне приходят, бьются в конвульсиях и говорят, да все уже научились снимать. Да все же это просто, этому учат. Главная беда – нет сценариев. Скажи мне, пожалуйста, как ты работаешь со сценариями? Сколько в день ты читаешь сценариями? Ну, это действительно… Да, я как бы не люблю тех, кто жалует, что нет сценария. То есть, мы опять же говорим, все происходит на безвозмездной основе. Да, да. Бесплатно. Все пишут, да. По сколько раз в день письма приходят? Я вам больше скажу. Ну, иногда там у меня где-то в месяц у нас есть на сайте района тьмы специальная графа, там лаборатория, там есть пункт, специальная страница, форма, когда присылают сценарии. В месяц скапливается до там 60 штук сценариев в почте. И еще плюс мне в личку, а я в личке не читаю сценарии, там постоянно кидают. Бывают три сценария в день. Но это не факт, что я все читаю. Ну, процент какой? У добоваримого, скажем так. Ну, это, да, это самая забавная цифра. Я всегда вспоминаю… Ты просто иногда выкладываешь какие-то наиболее яркие моменты, я каждый раз драгиваю, когда читаю. Ну, вот год назад, в самом начале года, этого, да, примерно год назад, мы делали, устроили сценарный конкурс. Прислали 195 сценариев. Из них хороших, ну, как бы теоретически пригодных к съемке было шесть. Тех, которые вот нужно доделывать немножко, было четыре, а которые вот завтра снимать – два. То есть, из двухсот штук два готовых. Коллектора тебе прислали? Нет, с коллектором это была моя идея, которую написал один сценарист, потом я взял это все, переписал, да, и, значит, совместная работа, там моих где-то было 80%, ну, 70%, вот, и сценарист, один знакомый, как бы там написано в титрах при участии, вот, и мы с ним, как бы, добили эту вещь. Сань, а ты чего ревешь? Обидел кто? Нет, дядя Ухо, я деньги принес. Ого. А вот ты, мужик, молодец. Сензация не отвечает, а ты батю спас. Ну, давай, сколько там? Эта работа – это настоящий ад. Причем, если съемка – это ад, который длится день, или там 26 часов у нас была смена, то есть 26 часов как бы на ногах, ни на минуту не делая паузы, на покурить. 26 часов, но сценарная работа, самая невидимая работа, это когда мама помыла полы, никто не заметил, папа принес чупа-чупс, все счастливы, да, вот так же это сценарная работа и сам фильм. Месяцами, да, у меня есть сценарий, который мы переписывали 30 раз, и так, по-моему, его и не снимем, да. У вас сколько времени уходит? Проснулся, бас, типа, погнали? Нет, я считаю, что сценарист должен обладать двумя чертами. Первая черта – это сразу одним драфтом написать гениальный сценарий, вторая черта – иметь терпение и силу воли переписывать его 20 раз. Оператор каким талантом должен твой обладать? Оператор – спокойствие. Оператор, ну, не знаю, для меня важного темперамента, я человек непростой, ну, хотя я в чем-то простой, но в чем-то энергетически, наверное, непростой. Не, ну, из-за того, что я видел, слушайте, работа на площадке, там реально спокойствие и только спокойствие. Да, Василий Широкий у нас оператор. Для меня самое главное качество оператора, первое – это чувство вкуса. Это очень большая и серьезная категория. Это категория воспитания, это категория образования, это категория насмотренности, это категория знания искусства. Да, чувство вкуса в таком большом очень смысле, и в этом смысле… И Вася всем этим критерием, в принципе, отвечает. Вася Широкий, да, у него в ГИК, у него, он из режиссерской семьи, он понимает, знает… Это художник-постановщик твой, есть у тебя? Ну, с этим художник-постановщик есть. Это смертник, наверное? Даша Мальцева, да, смертник с баулами, с горами реквизита, с захламленной квартирой. К сожалению, у нас стоимость продакшен одной серии съемки порядка 60-70 тысяч рублей. То есть, когда я это говорю тем продюсерам, о которых вы упоминаете постоянно какие-то… Я очень люблю их упоминать. Вот эти, да, вот эти пляшивые люди, они даже поверить не могут, что это возможно. То есть, они смотрят серию и говорят, ну, я не верю, что тут косарь долларов. Ты врешь. Они говорят, ты врешь. Так мы с чего начали? В чем серьезно? Одним словом, дурак. Ну, в общем, я согласен, да, дурак. Наверное, ну, дурак, дурак… Ну, не снимают так кино в России. Да нет, прям дурак в смысле дурак. Да вот прям вот просто, ну, так не снимают кино, понимаешь? Не снимают. Я постоянно думаю об этом. Пост-продакшен. Где у тебя пост-продакшен? Дома. Дома. Монтажка. Где, где вообще все это происходит? Дома. Ты когда выкладываешь эти видеофайлы, блин, с этим монтированным всем этим счастьем. Да, да, дома. Это же божий страх и тихий ужас. Да, это действительно, ну, это какой-то фанатизм, да. Это определенный фанатизм, причем это ведь такая клиническая форма, потому что я ведь, ну, устал давно, да, и мне ведь давно надоело. Ну, я просто даже не знаю, я трачу там, да, свои деньги, вот. А я не знаю, на что их еще тратить, правда. Мне мама говорит, вот там один знакомый дом построил, мне неинтересно дом. То есть, ты клинический романтик такой. Да, и мне кажется, я просто думаю об этом, мне просто кажется, что, ну, так сошлось. На самом деле ведь это, как бы, жизнь, вот, которой мы все живем, которая вокруг. Ведь каждый человек, ну, это некое стечение обстоятельств. Там, гены, социум, да. Кто-то длинноногая блондинка, кто-то жирный, стрёмный продюсер. А кто-то Арсений Гончуков. Да, я как бы, ну, я не виноват, честно. Ну, ты точно, что не длинноногая блондинка, это сразу понятно. Ну, мне просто кажется, что мое увлечение, вот это, да, мой вот этот фанатизм, моя болезнь кино и то, что мы выпускаем серии. Ну, это некая судьба. Я не могу по-другому. Я пытался. Скрываем тайны тогда, если судьба. Сколько запланированы серий? Ой, тяжелый вопрос. Ну, в первом сезоне точно будет 12 серий. Точно будет. У нас сезон когда заканчивается? Сезон, ну, соответственно, в феврале будет финальная серия сезона. Вот. И, скорее всего, скорее всего, это тяжело, это нужна будет перестройка, потому что у нас, правда, очень мало денег, у нас они постоянно кончаются. Это абсолютно мучительная вещь, которая изматывает меня, которая финансово бьет по моей жизни уже годами. Но, тем не менее, мы, я думаю, будем делать второй сезон. Нужно очень крепко подумать, каким он будет. Это будет новая заставка, это будет новое оформление. Это будет немножко скорректированная концепция. Но второй сезон будет. А вполне возможно, что у тебя скоро совсем появится продюсер. Ну, дай бог. И предложит свои идеи. И как ты к этому отнесешься? Значит, первое. Я, когда говорю, что я не хочу продаваться, это абсолютно нормальная практика. Когда любому человеку, режиссеру, актеру приходит сценарий, он его читает и говорит, не мое. Такого низкопробного материала предлагают очень много. Я, как бы, ну, не пойду просто зарабатывать деньги. Слава богу, судьба распорядилась так, что я могу себе позволить это не снимать. И это, может быть, одно из самых главных в моей жизни везений. Я знаю, что такое работать просто для того, чтобы есть. Я так, я, как бы, родился и начал свою жизнь, там, и семейную, в таких условиях, когда просто надо было работать, потому что сегодня не поработаешь, завтра не поешь. С другой стороны, я абсолютно готов. Я видел, держал в руках сценарий, который мне предлагали, но там не срослось два раза. Сценарий, который меня офигенно вставили. Ну, то есть, ну, просто, просто это было дико, это было круто. Я готов был там положить кусок жизни, чтобы это снять. Я просто хочу сказать одно, что если я увижу, да, адекватного, интересного, думающего продюсера, у которого будет классная идея, ну, конечно, на мой взгляд, классная, да, то я с удовольствием буду снимать это кино. На самом деле, в кино, в общем, все просто. Нужна классная идея, да, свежая, интересная. Ну, я хочу работать с продюсером, который доделает кино, да, который, который, там, не кинет мою команду. А таких просто очень много, ну, или мне не везло. Просто поймите, что я же вырос, родился, не вырос, не где-то там на Остоженке, и сразу попал в какую-то хорошую семью, там, которые дружат с бондарчуками. Я парень с окраин, из Нижнего Новгорода, да. Мы там трубами друг друга все детство молотили по головам. Поэтому, как бы, мой путь в кино, он, вот, идет с самого низу, я повидал самых чокнутых идиотов, да. Я был там, у них в офисах самых дурных людей. Я, как бы, боюсь их. Но, поверьте мне, у меня незавышенные требования. Я не идеалист. Я понимаю, что такое кино. Я понимаю, что такое режиссер. Да ладно, идеалист, идеалист. Из того, что ты сейчас сказал, тут полный идеализм. Я готов к реальной работе. Я полтора года, извините, работал вторым режиссером у Коли Хамерики, который сейчас снял «Ледокол», да. Вторым режиссером я «Рта» не открыл за полтора года. То есть, я был абсолютно молчаливой статуей, да, роботом-исполнителем, который просто учился. И мы сняли хороший сериал, сняли его целиком. Это было «Сто смен». Ну, там разные были моменты, но я работал с Николаем, мне нравилось. Поэтому все реально. Была бы хорошая идея, и был бы продюсер, который как бы мужик и умный мужик. Адекватный. Да. А это редкость вообще. Умный мужик, а у нас это редкость. 2016 год, год российского кино, как ни странно. Я тут выяснил. Да, будь он проклят. Вот таки буквально в декабре я это выяснил. Я что-то как-то об этом раньше даже не задумывался, что у нас оказывается год российского кино. По твоему разумению, какой лучший российский фильм в 2016 году ты посмотрел? Да, это вопрос. Ну, вот сейчас вышел Рай Кончаловского. И там моя франда пестрит отзывами от людей, которым я доверяю. Они пишут, что это лучший фильм. Я читал сценарий два года назад. И мне очень понравилось. Фильм не видел. Поэтому лучший фильм из того, что я видел. Сейчас скажу. Два фильма. Орлеан. Страна Оз. Ну, вот эти два таких дурных очень фильма. Таких очень странных. Они дурные, да. Совершенно не моя вкусовая категория. Не то, что я снимаю. Но в них я увидел какую-то свободу. Какую-то безуминку. Я смотрю все русское. И вы тоже смотрите. Там дуэлянты и ледоколы. Может быть не надо. Там 28 легендарных чуваков тоже. Я просто хорошо знаю войну. И много сделал документальных фильмов. Про это не тороплюсь это смотреть. Мейнстрим. Но настоящих, хороших, авторских, русских фильмов в этом году вышло достаточно. Это никак не связано с годом кино. Спасибо, что пришел. Спасибо. Я очень надеюсь, что в году петуха, оказывается у нас год петуха, тебе удастся продолжить начатое. Да. И сделать это гораздо более монументальнее. Красившее. Ну и вообще значимый. Хотя в принципе и без того твой проект действительно. Это событие 2016 года. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Приходи и хвастайся, а мы тебя будем смотреть. Спасибо. И да пребудет с нами район тьмы. Обязательно. У меня был в студии Арсений Гончуков. В следующую пятницу у меня в гостях режиссер Александр Митта. Поговорим обо всем. Это был Телесоскоп и Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров. Берил субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...